МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельная информационная программа «Береза. Наш объектив» в эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». В студии Даниил Верковский добрый вечер. Каждое воскресенье в 17.30 мы говорим о самых ярких событиях Березовского района за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Защитить интересы трудящихся. В связи с реорганизацией Белозерского энергомеханического завода предприятие посетил глава Федерации профсоюзов Беларуси. В центре внимания проблемы пожилых. Мониторинговая группа Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работала в Березовском районе. Лучшие по профессии. В Березе прошел областной конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения. Теперь об этих и других событиях подробнее. Белозерский энергомеханический завод переживает они лучшие времена. Сегодня предприятие на пороге реорганизации производства. Но интересы трудящихся должны быть защищены. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда посетил Белозерский энергомеханический завод. Отсутствие заказов и сокращение производства постепенно привели к неполной занятости, а как следствие сокращению коллектива. Назрела проблема и ее необходимо было решать. Выработано четкое решение о реорганизации предприятия путем разделения производства. Представится новая возможность оптимизировать технологию по ряду направлений, именно востребованную на внутреннем рынке. Это будет действительно рынок по предприятиям Министерства энергетики без внешнего контура. А литейное производство обязано нарастить объем литья с существующих объемов в полтора-два раза больше. В результате реорганизации высвобождается более ста человек. С каждым из них беседуют и работают представители районного объединения профсоюзов и управления по труду, занятости и социальной защите. Мы как профсоюзы четко определили, что эти люди должны быть трудоустроены. И вот эти последние три месяца вместе с центром занятости, вместе с районным исполнительным комитетом определялись вместе с министерством, куда эти люди будут трудоустроены. Где они будут переобучены, где сегодня можно будет этим людям найти работу. Вот это как бы один из самых главных подходов и вопросов. Михаил Орда прошелся по цехам, побеседовал с рабочими. Люди настроены оптимистично, с пониманием относятся к предстоящей реорганизации. Главное, чтобы предприятие обрело былую мощь. Надеемся на лучшее, конечно. Хочется верить, что молодежь наша будет жить более достойно. Хочется работать в этом цеху, работать и иметь достойную зарплату. По предварительной информации, для высвобождаемых работников предложено 14 вакансий на сохраняемом литейном производстве и 40 в энергетической отрасли. Кроме того, ряду работников предложено пройти переобучение по новой профессии с дальнейшим трудоустройством. Вот предлагают работу на Вильдемаре, предлагают переучиваться на другую специальность, где-то какие-то рабочие места по району предлагают. После урегулирования юридических вопросов новое предприятие заработает уже в мае. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь организовало межведомственную комиссию по изучению проблем пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. В течение двух дней мониторинговая группа работала в Березовском районе. В центре внимания комиссии координирующая роль местных органов власти в реализации социальной политики государства по защите пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от войны. Порой мы не всегда можем заметить, кому надо оказать эту помощь. И здесь над этим надо работать всем. Надо целенаправленно и более чутко, наверное, относиться к проблемам пожилых граждан и видеть и слышать их проблемы. Обеспечение безопасного жизнеустройства пожилых людей и ветеранов на постоянном контроле местных органов власти. В районе проживает более 16 тысяч пожилых граждан, в том числе 46 ветеранов Великой Отечественной войны и 84 человека, пострадавших от последствий войны. Налажена система межведомственного взаимодействия в работе с данной категорией населения. Пожилые люди и ветераны не обделены вниманием и заботой. Их проблемы в центре внимания местных органов власти. Активную позицию занимают районные общественные организации и это тот опыт, который стоит распространять в республике, отметили члены комиссии. Этот опыт уже виден по взаимодействию общественных организаций, взаимодействию этих же общественных организаций с учреждениями образования, когда подрастающее поколение активно участвует в помощи пожилым гражданам. Ну и взаимодействие, конечно, территориального центра социального обслуживания и управления по труду и социальной защите в этой работе как координатора. В течение двух дней комиссия посетила объекты социальной инфраструктуры и домовладения ветеранов. Результаты мониторинга будут включены в отчет для доклада на межведомственной комиссии Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Лучший учащийся по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования учится в Белозерском колледже. А лучший мастер производственного обучения по этой специальности работает в Драгичинском лицее. Это определило областной открытый конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения. В конкурсе принимали участие мастера и учащиеся из 12 учреждений профессионального обучения Брестской области. Задание было одинаковое для всех. Необходимо было провести монтаж электрической схемы включения электродвигателя с двух мест. Самое сложное было организовать эту прямолинейность в самой сборке схемы, ну и соответственно подключение в кнопочных станциях, потому что там самое основное. Сложное задание для учащихся состояло в умении читать схемы монтажа. Оценивались качество и правильность монтажа, технологии выполнения работы, соблюдения техники безопасности. По первому впечатлению радует то, что ученики не хуже своих мастеров выполняют работу, а иной раз даже лучше. Задание достаточно сложное, это для квалифицированного работника на уровне четвертого разряда. Подобный конкурс проходит ежегодно и надо отметить, что уровень подготовки учащихся достаточно высок, о чем свидетельствует бронзовая медаль учащегося Евацевического лицея на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в Беларуси в 2018 году. Учащиеся проявляют свои способности, полученные в процессе обучения, как теоретического, так и практического. Выполняют задания, соответствующие четвертому разраду, квалификационному требованиям электромонтера. Справили заданиям в основном все. Разбежка в баллах небольшая. Будущие электромонтеры трудились над заданием 4 часа. Тот, кто не укладывался в отведенное время, получал штрафные баллы. Четверо конкурсантов набрали одинаковое количество баллов. И чтобы определить лучшего, жюри учитывало и оценивало малейшие нюансы в монтаже электрической схемы. Задание было несложным, так как долго тренировались. Благодаря нашим мастерам, Пётру Ивановичу, в частности, Неживинске и Володе, которые бегали за мной и говорили, что тренируйся, тренируйся. Получился хороший результат. Подобные конкурсы в учреждениях профессионального образования проводятся по каждой специальности. Их цель – стимулировать интерес учащихся к будущей профессии. Березовская базовая школа носит имя выпускника, кавалера Ордена Мужества Александра Заставного. Он погиб от снайперской пули в Кизляре при освобождении заложников. Подвиг бойца спецназа не забыт. Ежегодно на протяжении 15 лет его друзья-однополчане встречаются с мамой Саши, коллективом школы, где он учился, оказывают помощь и укрепляют материально-техническую базу. На этой неделе сослуживцы вновь посетили школу. Встреча началась с торжественного построения у мемориальной доски в память Александра Заставного. Детей надо обязательно воспитывать. И на тех хороших традициях, чтобы они росли настоящими мужчинами, настоящими воинами, которые могут защитить себя и свою девушку, и свою семью, и в целом родину тоже. А затем встреча продолжилась уже в стенах школы. Друзья и сослуживцы вспоминали о жизни Александра, о службе, о его подвиге. Гость из России генерал-майор МВД Юрий Коротков исполнил песню о воинском долге. Певица Елена Бакланова пела о любви на войне. Слова признательности и благодарности звучали в адрес мамы героя. Я, естественно, очень благодарна всем и школе, и нашим друзьям Сашиных. Они не забывают. Это важно. Важно, что они забывают. Все помнят. Мы, конечно, больно. Эту боль никто в ней не отнимет. Именем Александра Заставного названа одна из улиц Березе. Его имя носит и пионерская дружина базовой школы. В памяти героя посвящены уроки мужества, музейные и тематические классные часы. У нас в школе организовано два правовых класса. Поэтому Саша выступает как примером. Он был отличным спортсменом. Поэтому наши дети, все спортивные мероприятия тоже проводятся именно в память Александра Заставного. Подвиг всегда бессмертен. В памяти об Александре Заставном, который погиб, прикрывая товарищей, бережно хранят его сослуживцы и земляки. И как эстафету передают ее новым поколениям. В пятницу в Березе завершился открытый турнир по мини-футболу среди мужчин старше 40 лет на призыв из культурного клуба «Кречет». Подробности в следующем материале выпуска. Турнир проходил в четвертый раз. В этом году он собрал шесть команд из Пружан, Иванова, Ивацевичей, Белоозерской и Березы. В составе команд и любителей футбола, и те, кто в свое время занимался футболом профессионально. Мы проводим турнир для того, чтобы наши ветераны вспомнили свою молодость, как они выступали. Это турнир друзей футбола. Игроки показали достойную игру, доказав, что футбол в их жизни занимает не последнее место. А финал выдался действительно жарким. Три команды претендовали на первое место. Его судьба решалась в игре Иванова-Верос. Последние минуты второго тайма были напряженными. За три минуты до окончания игры Верос один за одним забивает два гола в ворота Иванова. После чего счет сравнялся. Но в спорте секунды играют важную роль. Победный гол команды Иванова за пять секунд до финального свистка обсуждали долго и в раздевалке, и на площадке. Сидеть дома – это значит, что себя, как говорится, в футболе потеряться и все. Поэтому мы бывшие футболисты. Мы прошли детский футбол, юношеский. Играли на всех уровнях, но уже 40-50. Это не говорит о том, что ты же все должен сесть в телевизор и смотреть это. Команд становится больше. Я думаю, что в будущем, может быть, будет больше еще команд. Будет поинтереснее. Для зрителей играем. И так встретиться. Люди все-таки поиграли, где-то встречались, играли. Очень интересно увидеть ребят, которые, может, давно не выложили. Победу в турнире одержала команда из Иваново. Второе место у команды Березовского сыродельного комбината «Верас» замкнула тройку лидеров команда из Белоозерска. Организаторы полагают, что интерес к турниру будет расти и привлечет больше участников в следующем году. На этом наш выпуск завершен. Самое интересное из жизни Березовского района каждое воскресенье на канале «Беларусь-4 Брест». Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова